Здравствуйте, здравствуйте. Вон что обнаружили. Сожрал слизни. Видите? Здесь, наверное, сейчас не видно, а на солнце это видно. Здесь вот блестит вот эта слизь. Вот сволочи, слушайте. Какое-то одно сплошное вредительство. Уходили в прошлый раз. Смотрю, что лежит на земле. Говорю, мужу, это что? Думала, что он просто низко сформировался и улегся себе на землю. Ну и ладно, как говорится, пусть растет эта бенинказа. Ой, а это, говорю, мужу надо зайти посмотреть. А оно высохло и слизни сгрызли, отгрызли хвостик, а сил не хватило сожрать. Жалко, слушайте, он вырос бы в раза два. Видать, давно лежит и уже начал зреть. Вот такой воск. Восковая тыква, говорят. Видите? Такой воск. Сейчас покажу, какой мог бы вырасти. В сравнении. Вот этот бедненький сволочи эти сожрали. И какой мог бы быть. Видите? Какое-то нашествие слизней. Какие-то сплошные проблемы в этом году. Этот урожай какой-то вопреки всему. Если что-то и будет, так же говорю, вопреки всему. Ой, ладно, надо работать. В прошлый раз хотела фасоль убрать, не убрали. Собирала листья, обрезала лиану эту, чтобы насушить, потом пить настой. Ой, чтобы не потерять, потому что все сохнет, все это жиры. Опять возвращается будет больше 30 градусов. А чем ближе к весне, тем меньше работать хочется. Вот такая судьбинушка у нас в этом году. Сплошные разочарования. Надо уже этот санбери, первое ведро сегодня, будем просто с корнями вырывать. Потому что в прошлом году цвело в это время, формировались новые ягодки. А в этом году все на корню. Все вот здесь в тенечке, так еще зеленые, видите, есть. А вот где на солнце, то они просто сжарились, запеклись. Поэтому надо сегодня все бросать и начинать. Вот цветков вообще нет. В этом году все прекратило рост. Что помидоры должны быть там двухметровые. Они вот, видите, какие несчастные. Что санбери. Зрелые сохранились, а эти уже вон там попадали. И они просто от жары уничтожаются. Поэтому работы сегодня будет. И фасоль надо. Все руки не доходят. Все руки не доходят. Пошла работать. Вот продолжается порча бенинказы. Продолжается. Вот вырастает и портится. И я не знаю, сколько у меня вот лежит пару штук. А вырастут они, не сгниют в итоге. Вот какие большие. И тогда, знаете, совсем в зародышах собирала. Не знаю, штук уже 50 выбросила. Бенинка. Фицефалии. С этими названиями, слушайте. Запутываясь совсем. Черт и что, слушайте. Это не год, а какое-то издевательство. Ну, вот они. Вот видите, как блестит. Видно? Нет. Вот это слизни. И вот нам. Бенинказу сожрали. Ну, не сожрали. А хвостик отгрызли. И подавились. Вот он блестит. И собирает муж постоянно. Там, где навоз, то туда и кроты заползают, и их там жрут. Вот непонятно, откуда кроты взялись. От соседа. У нас кротов не было. А в этом году и пришлось кротов травить. Вот там уже залазит постоянно на возе. И их собирает. И говорит, кроты туда тоже там есть. Их домик. Туда ползают. И вот там нам отгрызли бенинказу слизняки. Я же говорю, это не год, а сплошное разочарование. Видите, как ботат цветет? Вот такой. Вьюнки. Семейство вьюнковых. Красотулечки. Они не так часто. Но цветут, появляются цветочки. Ведро. Санбери. Буду варить варенье. Ну, вырвали полностью. В одном месте. Еще в двух местах осталось. Так что... Осень. Осень. Урожай собираем. И варим варенье. Всего всем хорошего. Урожаю всем. Дождиков бы. Не знаю, кому как, но нам бы дождик. До свидания. Всего всем хорошего. Заходите, помогайте нам. О, муж что-то там стучит. Работать на дачном участке. До свидания.